В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой Мария Максакова рассказала о своей сегодняшней жизни, а также вспомнила о трагическом прошлом, которое до сих пор является острой темой для обсуждения. Пошли отсюда вон, кто вы такие, шваль. И такие слова звучали в ее жизни. Кудрявцева, судя по выражению лица, опешила от этого. Максакова не желает ничего знать о своей экс-свекрови, и на программе у Кудрявцева впервые ответила на все обвинения. Женщина заявила, что бывшая невестка подсадила дочь мужа Екатерину на запрещенные препараты, и девушке, по ее словам, пришлось долгое время проходить курс восстановления в одной из медицинских клиник. Один из вопросов шоу был посвящен наследству ее покойного мужа, и знаменитая оперная певица призналась, как делят наследство с ее бывшими женами. Уход Дениса сплотил Светлана, его первую жену, с Марией Максаковой. Она потеряла мужа, а я отца своего ребенка, объяснила Макеенко в интервью телеканала ТСН. Сейчас оперная дива называет первую супругу и его старшую дочь своей семьей. К слову, обе женщины с неприязнью говорят о второй супруге из депутата Юлии, родившей двоих детей. И она не признает наследство за другими детьми, а паритете даже речи нет. Решила, что может утереть слезы вот таким путем, с помощью многомиллионного имущества. Она его предала, уверена Мария. Сейчас Максакова и Макеенко через суд добиваются справедливости. Напомним, Мария Петровна в декабре 2016 года покинула Россию вместе с мужем, уехав в Киев и получив вид на жительство в Украине. Там она преподает академические вокалы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины, выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Лысенко. Максаковой предоставлена государственная охрана. В порядке исключения Скудрявцева она говорила по-русски.